вот были рассказаны дичком хоть там церкви которую надоело рассказывать ей богу ну дал рассказ но не нашел думать правда скучно рассказывать рассказывай отвязаться нельзя ну и золь не расскажу но только вот ей вот в последний раз вот играл насчет тоже человек может совладать как говорят с нечистым духом она конечно то есть если хорошенько подумать бывают на свете и всякие случаи однако шну не говорите этого захочет обморочить дьявольская сила то обморочить ей бога обморочить что-то извольте видеть у нас у всех у отца было четверо я тогда был еще дурень все было лет 11 так нет же не 11 я ну помню как теперь как раз бежал был четыреньких лаял по собачьи батька закричал на меня показал головой ей ей поймать я женить пара ты дуреешь как молодой лошак дед был тогда еще жив и на ноги ну пусть ему легко и кнется на том свете ну довольно крепок бывало вздумает а что я так рассказать один выгребать из печки целый час уголь для своей трубки другой чем-то побежал за камору ну тут самом деле добро по неволе а то ведь сами же напросились не ну слушай так слушать а батько был начале весны повез в крым на продаж табак не помню только два или три воза снарядил он табак был тогда в цене взял с собой трех годового брата приучаясь заранее чумаковать нас осталось дед мать я добра да еще брат дед засел баштан на самой дороге и перешел жить в курень взял и на с собой гонять воробьев и сорок с баштану нам это было нельзя сказать как худо бывал наешься в день столько огурцов дыни репу цибули гороху что в животе и бог как будто петухи кричат но потом уже и прибыльно проезжаешь толкутся по дороге потом всякому хочется полагаться арбузом или дыню да и из окрестных ударов бывало нанесут на обмен кур и циндеек житье было хорошее но деду все любо было то что чумаков каждый день в азов по 50 проедет народ знаете ли бывал и пойдет рассказывать только уж развешивай а деду все равно что голодном уголушке иной раз бывал случится встреча с старым знакомым дед всякий уже знал конечно посудите сами что бывает когда соберется старе тарара тогда-то да тогда-то такое-то да такое-то было ну и разольются вспоминет бог знает что когдашнее раз ну вот право теперь случилось солнце стало уж садиться дед ходил по баштану снимался ковунов листья которым прикрывал огнем шнем пепиклись на солнце смотри стоп говоря брата он чумаки едут где чумаки сказал дед положивший значок на большой дыни чтобы на случай не сели хлопцы на дороге тянулось точно вазов шесть впереди шел чумак с сизыми усами не дошедший шагов как бы вам сказать на десять и он остановился здоров максим о привидел бог де видится дед прищурил глаза а здоров здоров от кого бог несет и болячка е о здоров брат что за дявол да тут всеひкрото тщенко перечиться и ковулистицко хе хе здорово ха хга ха га гу 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 і пошли целоваться голов розпрыгли пустили пастися на траву Возы вставлены на дорогой, а сами сели все в кружок спереди куриня и закурили люльки. Куда ж тут да люляк? За розказами, за раздобарами, взякили или по одной досталось. Після полдника стал дед почуваті гостей динями. Вот каждый, взявши падиня, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были терты, мыкли немало, знали уже, где едят в свете. Пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовился. Обчился все хорошенько, проткнули каждый пальчиком дырку, выпил из нее кисель и стал резать по кусочкам и класти в рот. Что ж вы хлопцы, сказал дед, рты свои разынули. Танцуйте собачьи дыти, где остап твоя сапилка? А ну, козачка Фома, брысь в боки, ну так, гей, хоп! Я был туда подвижный малый. Старость проклята. Теперь уже не пойду так вместе выкрутасов, ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидит за чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоять на месте, так, как будто в них шот дергается. Смотри, Фома, казалось-то, если старый хрен не пойдет танцевать. Что вы думаете? Не успел он сказать? Не вытерпел старичина? Захотелось, знаете, прихвастать перед чумаками. Вишь, чертовы дыты, разве так танцуют? Вот, як танцуют, сказал он, поднявши на ноги, протанев руки и вдарив каблуками. Ну, нечего сказать. Танцевал он, танцевал так, хоть бы из гетьменьшую. Мы посторонились и пошел хрен вывертывать ногами по всему холодковому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако же до половины хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихор. Какую-то свою штуку не поднимаются ноги. Да и только. Что за пропасть? Разогнался снова, дошел до середины. Наберет! Хоть что, свол, делать? Не берет, да не берет. Но и как деревянные стали. Ха, видишь, дьявольское место. Видишь, сатанинское наваждение. Впутался же ир от врага человеческого. Ну, как не наделать рамы перед чумаками. Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо заглядеть. До середины нет, не вытанчевывается, да и полно. А-а-а-а-а-а-а! Шельмовский сатана! Шоб ты подавился гнилою дыней. Шоб ты маленьким сдохнув бы собачий зын. Вот на стражсть наделекого сраму. И на самом деле кто-то засмеялся сзади. Оглянулся ни баштану, ни чумаков, ничего. Ого, сзади, впереди, по сторонам, гладко поле. Эй, вот тебе на. Начал прищуривать глаза. Место, кажется, не совсем знакомое. Сбоку лес. Из-за леса торчал какой-то шест. И виделся прочь далеко в небо. Что за пропасть? А, да это голубятня, чтобы попал в огороде. С другой стороны тоже что-то сереет. Вгляделся гумно-волосного писаря. Вот куда затащила нечистая сила. Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было. Белое пятно мелькало, место него сквозь тучу. Быть завтра большому ветру. Подумал дед. Глядь. А в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. Сказал дед. И руками подперся в боки, глядя. Свечка потухла. Вдали, немного подолез, загорелась другая. Клад! Закричал дед. Я ставлю бог на шо, если не клад. И уже поплевал было в руки, шоб копать да спохватиться, шо нет при нём ни заступ твой, ни лопаты. Эх, жаль! Шо кто знает, может быть, стоит только поднять дёрну. Тут лежит голубчик, нечего делать, и значит, по крайней мере, место, шоб не позабыть его после. Вот, перетянувшись с маляною, вихрём-вихрём поднялнутой веткой дерево, навалил он на ту могилку, где горела свечка, и пошёл по дороге. Молодой дубовый лес стал редеть. Мелькнул плетень. Ну, так, не говорил ли я, подумал, дед, что это Попова Левада. Вот и плетень его. Теперь версты нет до баштана. Поздненько, однако, пришёл он домой, галушек не захотел есть. Разбудивший брат Астапа спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И тогда только тот начал был спрашивать, куда идёт тебя, чёрт, ты делишь сегодня? Не спрашивай. Сказал он, завёртываясь ещё крепче. Не спрашивай, Астап, не то посидеешь. И захрапел так, что воробьи, которые забрались, был на баштан, поподымались с перепуга на воздух. Но где уж там ему спалось? Нечего сказать. Хитрый был обестий. Дай бог ему царствие небежное. Умел оделся всегда. Иной раз такую запоёт песню, что губы станешь кусать. На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел на голую шапку, выпил кухонь серовцу, утер губы полой и пошёл прямо к попову огороду. Вот минулый плотень и низенький дубовый лис. Помеж деревьев въедься дорожка выходит в поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле. Место точно вчерашнее. Вон их голубятня торчит, но гумна не видно. Нет. Это не то место. То, стало быть, под аллеем. Нужно, видно, поворотить гумну. Поворотил назад, стал идти другой дорогой. Гумна видно, а голубятни нет. Опять поворотил поближе к голубятни. Гумна спряталась. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну. Голубятня пропала. Голубятня. Гумно пропала. А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть. А дождь пустился, как будто из ведра. Вот, скинувши новые сапоги и обернувшись в хустку, чтоб не покоробился от дождя, задал он такого бегуна, как будто паньский и находит. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы, приголублюсь черта такими словами, каких я от роду не слыхивал. Признаюсь, я бы покраснел, если бы случилось в среди дня. Но в другой день проснулся, смотрю, уже дед ходит по баштану, как ни в чем не бывало, и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стать пугать меньшого брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза, а опедавши старичина разговорился, так, стал пугать меньшого брата, а, ну это он уже опять стал пугать, пообедавши сделал сам из дерева пищик, и начал на нем играть. И дал нам забавляться дыне, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкую. Теперь таких дынь я нигде не видел, правда, семена ему что-то издалека достались. В вечеру уже повечерявший дед пошел заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдонного места, не вытерпел, чтобы не заворачиваясь сквозь зубы, проклятое место, зашел на середину, где не вытанцовывалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь! Вокруг него опять то же самое поле. С одной стороны торчит голубятня, с другой гумно. Ну хорошо, что догадался взять с собой заступ. Вон и дорожка, вон могил стоит, вон и ветка навалит, вон-вон горит свеча, как бы только не ошибиться. Потихоньку побежал он, поднявшись заступ вверх, как будто он хотел им попачивать кабана, затешавшуюся на баштан, и останался перед могилкой. Свеча погасла, на могиле лежал камень, заросший травой, этот камень нужно поднять, думал дед, и начал откапывать его с этих сторон. Велик проклятый камень! Вот так аж, уперевшись крепко ногами в землю, пихнул он с могилы. Пошло по долине. Туда тебе и дорога, тебе живее пойдет дело. Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку, и готовился было поднести к носу, как вдруг головой его чихнуло что-то так, что покачнулись деревья, и деду забрызгало все лицо. Отвратил, сходится в сторону, когда хочет чихнуть, проговорил дед, протирая глаза, смотрелся. Никого нет? не любит, видно, черт табаку. Продолжал он, гладя рожок в пазуху, принимая за застук. Дурень же он! А такого табаку ни отца его не довелось нюхать. Стал копать. Земля мягкая, застук так и уходит. Ах, вот что-то звякнуло. Выкинувшись землю, видел он котел. А-а-а, голубчик, вот ты где! А-а-а, скрикнул дед, подсовывая под него застук. А-а-а, голубчик, вот ты где! А-а-а, запищал птичий голос клюнувший котел. Постаранился дед и выпустил котел. А-а-а, голубчик, вот ты где! Заблеяла баранья голова. Сверхушки деревьев. А-а-а, голубчик, вот ты где! А-а-а, заревел медведь, высунувший из-за дерева свое рыло. Дрожь проняла деда. «Да тут страшно слово сказать!» Проворчал он про себя. «Да тут страшно слово сказать!» Пискнул птичий голос. «Да тут страшно слово сказать!» Заблеяла баранья голова. «Слово сказать!» Перевнул медведь. «Хм-м-м!» Сказал дед и сам перепугался. «Хм-м!» Пропищал голос. «Хм-м!» Проблеял баранья. «Хм-м!» Проревел медведь. Со страхом оборотился он. «Боже ты мой!» «Какая ночь!» «Ни звезд, ни месяца!» «Вокруг провалы!» «Под ногами круче без дна!» «На головой светилась гора!» «И вот-вот, кажется, так хочется бороться на него!» «И чуится деду, что из-за нее мигает какая-то харя!» «У-у-у!» «Нос как мех кузница!» «Носы хоть по ветру!» «Водоры влеют в каждую губу!» «Ей-богу!» «Две колоды красные очи выклились наверх!» «Еще язык высунул и дразит!» «Да черт с тобою!» «Сказал дед!» «Бросив котел!» «На тебе клад твой!» «Ехай!» «Мерзостная раша!» «Уже ударился было бежать!» «Догляделся и стал увидеть, что все было по-прежнему!» «Только пугает нечистая сила!» «Принцесса снова закотел!» «Нет, тяжело что делать!» «Тут же не оставишь!» «Вот собравшись силу!» «Хватился он за нее руками!» «Ну, разом!» «Еще!» «Вытаснем!» «Ох!» «Ох!» «Все!» «Теперь понюхать табаку!» «Ох!» «Достал рожок!» «Прежде, однако же, чем стал насыпать, осмелился хорошенько, нет ли кого?» «Кажись, что нет!» «Но вот чувствуется ему, что пень дерева пахтит, дуется, кажется, уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, но смощится, и вот так и собирается чихнуть!» «Нет, не понюхаю табаку!» «Подумал дед!» «Спят шуружок!» «Опять заплет сатана очи!» «Схватил скорее котел!» «Давай бежать!» «Только доставлю дух, что слышу, что зайчик, что так и шепчет прутьями по ногам!» «Ай!» «Ай!» «Думали мы, дожидаясь часа три!» «Уже с хутора давно пришла мать, принесла горшок горячих галушек!» «Да нет, деда!» «Стали опять вечерец сами!» «После вечерей вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были грыды!» «Как видите, идет прямо навстречу на ней кухва!» «На ней был так темненько, ведь что кто-то и здесь хлопца в шаля спрятался сзади и подталкивает ее!» «Вот, кстати, сюда вылить помои!» «Сказала!» «И вылила горячие помои!» «Ай!» «Ай!» «Закричала басом!» «Глядь, дед!» «Ну, кто его знает!» «Ей, Буговин, думали, что бочка ползет!» «Признаешься, оно и грешно немного, а правда смешно показалось, когда седая голова деда вся была окутана в помой, обвешана корками с арбузов и дыней!» «Вишь, чертова баба!» «Сказал дед, утирай голову полой!» «Как опарило!» «Як будто свинью перед Рождеством!» «Ну, хлопцы, буде вам тепер на бублики!» «Будете собачьи диты и ходить в золотых жупанах!» «Смотри!» «Посмотри-ка сюда!» «Шо я вам принес!» «Сказал дед!» «И открыл котел!» «Шо вы подумали, что там такое было?» «Ну, по малой мере, подумавши, хорошенько золото!» «Вот то-то!» «Шо не золото!» «Сор!» «Дряс!» «Стыдно сказать, что такое!» «Плюнул дед!» «Кинул котел!» «И руки после этого вымыл!» «С той поры заклялся дед и нас верить какого-либо черту!» «И не думайте, говорит он, что часто нам все, что не скажет враг Господа Христа, все солжет собачий сын и правда ни копейки нету!» И бывало, чуть услышал старик, что в ином месте неспокойно. «А ну-те, ребята, давайте кресты!» кричит к нам. «Токю! Токю! Хорошенько!» И начнет класть кресты, а то проклято место не вытанцовывалось, загородил плетьми, велел кидать все, что не непотребно, весь бурьяный сон, который выгребал из бы штана. Так вот, как морочит нечистый человеком. «Я знаю хорошо эту землю. После того нанимали ее у батька под баштан соседние казаки и земляны славные, урожай бывал на диво, но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеет как следует, а взает такое, что и разобрать нельзя. Арбуз? Не арбуз? Тыква. Не тыква, а огурец? Не огурец? Да черт знает, что такое! Вот те и конец. Заколдованное место. Николай Васильевич Гоголь.